Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Я решил сделать еще одно коротенько бонусное видео по Rusty Lake Paradise, потому что в комментариях вы писали, что если собрать все достижения по игре, то можно увидеть секретную концовку. Так вот, я пробежался по игре. Пробежался я по игре с помощью Солюшена. А что, конечно, имею право, я в принципе часть-то прошел. И открыл все достижения. В принципе, это 2,5 часа, но весь геймплей, конечно, я вам показывать не буду, зато сделаю такую быструю нарезку, блиц, нарезку получения этих достижений. И, конечно, мы посмотрим на ту самую концовку. Итак, в принципе, всего в игре порядка 50 достижений, но большинство из них мы будем получать, в принципе, просто проходя сюжетку. Поэтому не так все страшно. Попадаем на остров. Достижения. Козу можно потыкать мачете, но это ее не убьет, но даст нам тоже достижения. Есть портрет. Посмотрим на портрет. В принципе, все относительно проходное. Первый символ получаем в гробу. Можно еще посмотреть на свое отражение. Лягушка это, по сути, проходной, не особо интересный символ. Но гораздо интереснее это попробовать дать флейту нашему брату. Но он играет только на гитаре, это мы узнаем по игре немножко позже. Вот это классная штука. Немного даже криповенько как-то. Следующее достижение мы получаем после того, как получили лягушку у сестры. Если ей посмотреть в глаз, там можно найти еще одно изображение. Ключ довольно проходной. Вот это вот из разряда хрен догадаешься. Отличное достижение. Мы выдергиваем топор из колодки. Если эту колодку потом еще долго рубить топором, в итоге она открывается и можно найти достижение. Есть очень неочевидные достижения. Например, здесь мы берем сок для брата, смотрим опять на дерево, там ничего нет. Смотрим опять на дерево, опа, тут бабочка. Как догадаться до этого, непонятно вообще. Личинка это проходное. Вот это мне нравится. Кто додумался дать слепой сестре ножницы, непонятно. Конечно, в итоге она, конечно, оттяпает ухо. Довольно проходное. Вот это классная штука. Когда мы несем цветы на могилу, цветочки можно оставить в храме, не сразу нести. И вот это очень любопытный момент в игре, потому что прилетает Харви. Это говорит о том, что Харви, как минимум, существовал до мистера совы, да? Муха проходное. Это, в принципе, мы находили, но тоже не совсем очевидно. Намек на то, что мистер кролик уже как бы есть в норе кролика, да, фокусник. Довольно легко находится. Книжка тоже довольно очевидна. Еще один знак. Эти знаки, кстати, не просто так. Есть еще достижения такие, которые хрен догадаешься. Например, пока вот эта муха залетает, надо его обтыркать, и тогда вы получите достижение. Если упустите, то не получите. Довольно странная вещь. Вот это классно. Кабан может как появиться, так и не появиться. То есть вы можете вообще спокойно пропустить достижение. Вы находите тень кабана, нажимаете на нее, и потом вы встретите как бы дух или что-то вот такого плана. Есть глупые достижения, абсолютно глупые. Например, корову можно потыркать за нос. И как бы вот. Но это тупо. Или, например, дать сыр отцу. Почему именно сыр, почему именно отцу, непонятно. Бургером все просто. Можно его собрать правильно, можно собрать его неправильно. Но это не повлияет на продолжение. Просто вы не получите достижения, если берете бургер неправильный. Это довольно проходное. Чумной доктор тоже вполне проходное достижение. Ничего интересного. Вы его никак не пропустите. Вот это классно. Рядом с доктором можно найти листочки, которые, если разобрать, будут очередной символ. В принципе, находятся путем перебора. Вот это странное и классное достижение, на самом деле. Вот как до этого можно додуматься, я не знаю. Надо мертвого дядю пять раз подергать за сосок. Но комминс. Просто но комминс. Часовой механизм. Это попутно. Рыба довольно очевидно. Довольно тоже легко находится. Как, в принципе, и молоток. Молоток, лед, попробуют разбить. В принципе, рука эта находится довольно легко. Мороженое проходное. Снеговик, в принципе, тоже. А вот это вот вообще не очевидно. После того, как вы разрушаете, можно нажать на камни внизу и найти знак. Если его не искать специально, естественно, вы эти камни осматривать не будете. Топор довольно очевиден. Получится сам собой. Как собственный богомол. Без этого вы просто голову не пройдете. А дальше немного любопытно. Если искать вот эту бабочку специально в тумане, и как и сову, да, гонять ее по туману, рано или поздно вы откроете достижение. Ну, тут, в принципе, сама локация на это на все намекает. Гонять бабочку, гонять сову. Сову мы гоняем по сюжету. И, собственно, то же самое и с призраком. С призраком матери, который можно увидеть как силуэт. Если его долго тыркать, то рано или поздно он тоже как бы станет достижением. Вот это вообще глупость. В глазе есть некие элементы, скажем так, глаза, да, блики. И если их тыркать, вы рано или поздно получите символ. Вообще глупая задача. Каплю с луны, каплю крови с луны мы находим по сюжету. Вот это неожиданно. То есть сову можно просто посчитать элементом декора, но если ее обтыркать, то получается достижение. И вот дальше очень интересно. Кости, матери мы берем по сюжету. Но если еще потыркать по этому сундуку, можно получить воронье яйцо. Воронье яйцо нужно для того, чтобы кинуть его в костер. Кидая его в костер, вы получаете силуэт мистера вора. Это вот неочевидно и очень классно. Еще классно здесь, это, обратите внимание, у льва есть один глаз, у тельца два, на сосуде четыре, у рыбки три точки, а пятерка есть на весах. Здесь скрыта еще одна комбинация, которую можно набирать на часах, на астрологических часах. И когда вы ее, собственно, набираете, открывается одно потайное еще окошко, в котором будет еще один символ. Еще раз напомню, символы важны, они будут важны немножко дальше. Награда это попутная. Вот это глупая вообще вещь. Суть ее в том, что вы два раза нажимаете вверх, прицеливаетесь, но не в голову, как бы, а в руку. И это дело надо повторить четыре раза. Как вы видите, его рукав при этом рвется. Как до этого догадаться, ну, я даже не знаю. Ну, и в конце у него, как бы, татушка с очередным символом. Яйцо это проходное. Вот сейчас очень интересно. После того, когда мы спустились и нашли маску и мать, и она там все рассказала, вроде как человек бы ушел бы отсюда. Но вот этот постамент, он не просто так. Оказывается, можно взять кисточку, перерисовать крестики в иксике, да, и открывается еще одна загадка в игре. Суть этой загадки в том, что на каждой главе мы находили символы с вами, да, вот точки, треугольнички, эски и так далее. Теперь надо расставить, в какой главе мы находили конкретно каждый символ. Эту загадку очень легко пропустить, вообще просто элементарно. Как бы... Не знаю, но в целом довольно легко, и мы получаем еще одну маску, маску шестую, маску совы. И, в общем, выходим на последнюю концовку. Час настал. Час настал. Час настал. Ты готов встретиться со своей судьбой? Час настал. Час настал. И маска нам нужна для того, чтобы одеть её на тёмную сущность нашей же матери, которую, по сути, по сюжету мы и так понимали, что это именно силуэт нашей матери. То есть, что именно поменялось в концовке, ну, как бы ничего. Просто мы в этот раз видим не тёмного духа, а нашу мать в маске. И, конечно же, она рассказывает, что элементы этого эликсира это, собственно, всё то, что мы встречали до этого. И именно из этого и создаётся эликсир. Пробил наш час. Райский остров воспрятнёт вновь. И остров становится отелем. Становится отелем. Но, как бы, есть ещё один момент в игре, что теперь в разделе всех открытых достижений есть некая такая звёздочка. Появляется звёздочка, и, нажав на эту звёздочку, выпадает на сайт игры, да, в котором когда-то была какая-то форма для заинтересованных подписчиков. Вот, собственно, и вся секретная концовка. Точнее, её, как бы, нет. Различие от изначальной только в том, что там у нас стоит дух, а здесь, как бы, стоит мать. Ну, или дух, но в маске, и всё. Так что, вот такое вот бонусное видео. Но всё равно надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.